Аудиокнига своими руками Студия «Барабаны судьбы» Читает Александр Водяной Так, ну сейчас у меня перерыв После записи рассказа Вот маленький перекус Вот такие греночки сделал Вот сдобрил кетчупом Колбаску поджарил Рекомендую, очень вкусная Городянская И квасок Который ударяет в носок Вот, а потом снова рассказ Читает Антон Павлович Чехов Дорогая собака Читает Александр Водяной Поручик Дубов Уже немолодой армейский служак И вольно определяющий Кнапс Сидели и выпивали Великолепный пес Говорил Дубов Показывая Кнапсу свою собаку Милку Замечательная собака Вы обратите внимание На морду Морда одна чего стоит Ежели на любителя наскочить Так за одну морду Двести рублей дадут Не верите В таком случае Вы ничего не понимаете Вы понимаете Я понимаю Но Да ведь это сеттер Чистокровный Английский сеттер Стойка Поразительная Очутеё Нюх Нюх Боже какой нюх А знаете Сколько я дал за Милку Когда она была Еще щенком Не поверите Сто рублей Дивные собаки Шельма Милка Дура Милка А ну поди сюда Поди Поди Собачечка Песик мой Дубов Привлек себе Милку И поцеловал Ее между ушей На глазах У него Выступили слезы Никому Тебя не отдам Красавица моя Эх Разбойник Этакий А ведь Ты любишь Меня Милка Любишь Ну пошла Пошла вон Крикнул Друг поручик Грязными Лапами Прямо на мундир Лезешь Да Кнапс Полтораста Рублей Дал За щенка Стало быть Было За что Однако Только жаль Охотиться Мне некогда Гибнет Без дела Собака Так сказать Талант Свой Зарывают Потому Чем-то и — Да вы что, милка, не мужеского пола? — изумился поручик. — Да, Кнапс, что с вами? Моя милка и не мужеского пола? Вот так рассмешили. Так что же она, по-вашему, сука? — Хорош, мальчик. Он еще не умеет отличить кобеля от суки. — Ну что вы мне говорите, словно я слеп или ребенок? — обиделся Кнапс. — Ну, конечно, это сука. Так вот, пожалуй, вы еще скажете, что я дама. — Эх, Кнапс, Кнапс. А еще тоже в техническом кончили. — Нет, душа моя. Это настоящий, чистокровный кобель. Мало того, любому кобелю десять очков вперед даст, а вы не мужеского пола. Хе-хе-хе-хе. — Простите, Михаил Иванович, но вы просто за дурака меня считаете. Обидно даже. — Ну, не нужно вам таки, черт с вами. Не покупайте. Я вижу, вам не втолкуешь. Вы скоро скажете, что у нее не хвост, а пятая нога. Хе-хе-хе. — Ну, ладно, не нужно. Вам же хотел одолжение сделать. — Эй, вы хромею. Неси коньяк. Денщик подал еще коньяку. Приятели налили себе по стакану и задумались. Прошло полчаса в молчании. — Да. Ну, а хоть бы и женского пола. Прервал молчание поручик, угрюмо глядя на бутылку. — Удивительное дело. — Да для вас же лучше. Принесет вам щенят, а что не щенок, то и четвертная. И всякий у вас охотно купит. Не знаю, почему это вам так нравятся кобели. — Суки, в тысячу раз лучше. — Женский пол и признательнее, и привязчивее. Но уж если вы так боитесь женского пола, то извольте. Берите за двадцать пять. — Ну нет, голубчик, ни копейки не дам. Во-первых, собака мне не нужна. А во-вторых, денег нет. — Ну, так бы и сказали раньше. Милка, пошла отсюда. Денщик подал яичницу. Приятели принялись за нее и молча очистили сковороду. — Хороший вы, малый Кнапс. — Честный, — сказал поручик, втирая губы. — Жалко мне вас так отпускать, черт подери. — А знаете что? Берите собаку даром. — Ну что вы, ну куда же я ее, голубчик, возьму? — Сказал Кнапс и вздохнул. — И кто у меня с ней возиться будет? — Ну не нужно, так и не нужно, черт с вами. Не хотите и не надо. — Да куда же вы? Сядьте! Кнапс, потягиваясь, встал и взялся за шапку. — Пора, пора. — Пора уже мне. — Эх, прощайте, — сказал он, зевая. — Так постойте же, я вас провожу. Дубов и Кнапс оделись и вышли на улицу. Первые сто шагов они прошли молча. — А вы не знаете, кому бы это отдать, собаку? — начал поручик. — Нет ли у вас таких знакомых? Собака сами видели хорошая, породистая, но, честно признаться, мне она решительно не нужна. — Нет, не знаю, милость. Какие же тут у меня знакомые? До самой квартиры Кнапса приятели не сказали больше ни одного слова. Только когда Кнапс пожал поручику руку и отворил свою калитку, Дубов кашлянул и как-то нерешительно выговорил. — А вы не знаете, голубчик, здешние живодеры, собак принимают или нет? — Вы понимаете, даже не знаю, но, должно быть, принимают. — Наверное, однако, не могу сказать. — Ну, ладно, пошлю завтра с Вахромеевым. Черт с ней! Пусть с нее кожу сдерут. Мерзкая собака, надо признать. Отвратительная. Мало того, что нечистоту в комнатах завела, Так еще в кухне вчера все мясо сожрала. Ух, подлая! Ну, добро бы породы хорошие, А то черт знает что, Помесь дворняшки со свиньей. Ух, хе-хе-хе! Ну, ладно. Спокойной ночи! Прощайте, — сказал Кнапс. Калитка хлопнула, И поручик остался один. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»